Сзади меня четыре автомата Калашникова, которые не являются автоматом Калашникова. Ваша задача угадать, что является автоматом Калашникова, а что не является автоматом Калашникова. А? Часто приходят вопросы, что лучше для тренировок выбрать, привод или ММГ. На самом деле на этот вопрос тяжело отвечать, потому что... Что, ничего нету, кроме привода и ММГ в продаже? Что ты хочешь делать с этой штукой? Еще в Древней Греции говорили, не важно, что ты покупаешь, а важно, для чего ты это покупаешь. Так вот вопрос, для чего? Мы сейчас рассматриваем именно ту ситуацию, когда человек хочет купить подобие АК, АК-образную штуку, для того, чтобы с ней тренироваться до тех пор, пока он не купит настоящую АК-образную штуку стреляющую, то есть огнестрел. Будь то гладкоствольный калаш, будь то нарезной калаш, в общем говоря, пока он не оформил лицензию, он хочет заниматься. Внешне все это похоже на автомат Калашникова, и если ваша тренировка ограничивается тем, чтобы фотографироваться, любое сойдет. Вот это привод, страйкбольный привод. Это Юнкер, то есть пневматика 4,5 мм. Это ММГ, макет от Ижмаша. Это охолощенный автомат Калашникова от компании Молот Оружие. Страйкбольный привод. Выбирая тренировочную копию автомата Калашникова, нужно, чтобы она была прочная, как автомат Калашникова. Нужно, чтобы она по массе и по габаритам, ой, соответствовала тому, с чем ты пытаешься упражняться. Поэтому, помимо того, что он должен быть таким же прочным, чтобы пережить разные марш-броски и прочую херню, он должен и тактильные ощущения полностью копировать. Чтобы ты потом, после своей учебной, скажем так, копии, взял настоящее оружие, и тебе не пришлось под него переучиваться. Так вот, с этим парнем у вас ничего не выйдет. Привода бывают в основном двух типов. Это привода с электромоторчиком и привода, которые работают на газе. Самый распространенный это электромоторчик. Так вот, в чем фишка? Что и у электромоторчика, что и у автомата, работающего на газе. Можно скопировать что угодно, но нельзя скопировать действительно правильный ход флажка предохранителя. Нельзя скопировать передергивание затвора, потому что его просто нету. И нельзя скопировать ход ударно-спускового механизма. Об этом про ММГ сейчас будем говорить. И, естественно, у АЕГов невозможно скопировать толщину ручки. Автомат при всей визуальной копийности, казалось бы, который есть, на самом деле здесь дохрена, что отличается от настоящего автомата Халашникова. Это же АК-74 якобы, да? Но это не АК-74, приятель. Ствол посажен не на кернение, он посажен как будто АК-М, сука. Но это все мелочи, придирки. Попробуем поработать с ним по вскидочкам. Раз пять вскинул, смотришь, все залюфтило. Какой бы привод ни был хороший, хоть это LCT, хоть это Tokyo Mechanics, хоть это LJ Productions, все равно, как только ты возьмешь его в руки, имея привычку к настоящему Халашу, ты поймешь, что развесовка совершенно не та. Органы управления совершенно не те. Есть такие моменты, которые страйкболисты приводят в защиту приводов, что даже специальные подразделения проводят тренировки с использованием страйкбольного оружия. Точно так же, как они используют на тренировках и маркера пейнтбольные, которые вообще на оружие не похожи. Дело в том, что сотрудник спецподразделения, он уже умеет работать с оружием. И поэтому они берут и отрабатывают с приводами тактику. Но если ты человек, который никогда не имел дело с Калашом, скорее всего, начав с привода, ты потом будешь очень долго переучиваться, когда будешь приходить к настоящему оружию. Это тяжело понять, это тяжело принять, но это так. Все время, которое ты гоняешь с приводом, ты можешь докупать на него различный обвес, ты можешь пытаться его модернизировать, но все деньги, которые ты в него вкладываешь, будут бесполезны в итоге. Потому что большинство обвеса, который есть на привода АК-серии, не встает на огнестрел. Потому что там просто-напросто разные размеры. Я не знаю, это правда нужно разжевывать? Мой коллега сейчас попробует установить крышку ствольной коробки от боевого оружия вот сюда. Как вы понимаете, для наших дел привод это абсолютно ноль баллов. Переходим к тому, что имеет чуть-чуть побольше баллов. Теперь мы переходим к вещице, которая имеет чуть больше шансов выжить в нашей деятельности. Это Юнкер. Итак, Юнкер. Это пневматическая 4,5 мм копия автомата Калашникова, которая по прочности как раз-таки уже сравнима с автоматом Калашникова. Просто-напросто, потому что его делают там же, где и автоматы Калашникова. Как вы видите, пристегнуть к нему можно и обычные магазины после небольшой, и совсем двухминутной доработки, да? Довольно важный нюанс в Юнкерах. Это его клапанное устройство. Вот так вот выглядит клапанное устройство на вот этой вот крышке, Юнкере 4. Он там изначально, несъемный, вот эта штука засунута в автомат и прихвачена такой заклепкой. Мы ее выбиваем, снимаем вот этот кусок дерьма и все. Неразбирающийся человек даже подумает, что это прям как у автомата Калашникова. Ну, по сравнению с приводом, это, конечно, ловелап, и уже есть смысл пробовать там делать какие-то штуки. Даже звук более-менее похож. Люди даже не отличают многие Юнкер от настоящего автомата, ну, потому что они просто, наверное, в глаза долбятся, не знаю. У нас есть флажок предохранителя, ой, как на сайге. У нас рукоятка настоящая. Мы можем ставить сюда обвес настоящий. То есть получается, что приобретая Юнкер, мы уже можем ходить в полевые выходы, мы уже можем пытаться ставить какой-то обвес, и потом, купив карабин АК-образный, мы просто берем обвес Юнкера и переставляем его на АК-образную. По автомату Калашникова. Даже в рукопашном бою может пригодиться. Там всякие обезоруживания и другие цирки, которые вы так любите. Я нет. А теперь мы переходим к почти идеальному варианту. Макет массогабаритный. Макет массогабаритный в переводе ММГ с испанского, разумеется. Есть куча всяких версий. ММГ это огромный пласт знаний, это культура, которая прививалась с детства и развивалась тысячелетиями. В данном случае у нас деактив от Эжмаша. Он имеет почти такую же развесовку, как АК-74. Почему я говорю почти? Ну, по сравнению с приводом, это идеальная копия АК-74. Но по сравнению с настоящим АК-74, тут другая развесовка. Просто потому, что ствол является болваночкой. Данный деактив, это не переделка из огнестрела списанного. А это именно делалось изначально, как макет. Поэтому ствол является болваночкой, он чуть тяжелее. Но это совсем незаметно. Вот вообще незаметно. Как, например, это делает Эжмаш, это, как правило, идет отбраковка с производства калашей, отбраковка с производства САЕГ. Они-то все соединяют в одну штуку и продают. И пенал у нас есть, но здесь нет. И предохранитель мы можем дрюкать, как хотим. И магазины мы кушаем настоящие, а не страйкбольные. Мы можем его ронять спокойно, смотри-ка. Мы можем уже начинать учиться его чистить. Мы здесь видим кастрированный ударно-спусковой механизм. Это единственное, чего не хватает для того, чтобы с этим оружием идеально холостить. Ну, мы будем называть это оружием. Естественно, это не оружие, но... Тут, конечно, есть нюансы, которые говорят вам, что, парень, ну, это не оружие. Но для человека, который только-только начинает разбираться в оружии, это идеальный вариант. Но если вы хотите учиться практической стрельбе и нихреново научиться спускать курок, нету в этом ничего страшного. Ведь ударно-спусковые механизмы продаются абсолютно свободно на всех барахолках практически. Стоит рублей на 500 комплект. И тогда уже это будет полностью рабочий тренировочный агрегат для холодной стрельбы. Но с недавних-то пор появилась продажа еще более адская царь-машина, которая уже на 100% может сделать из любого идиота, человека, разбирающегося в том, что такое автомат Калашникова. О чем я говорю? Конечно же, о перепиле боевых магазинов под стрейкбольные магазины. Это что за бред, сука? Автоматы списанные охолощенные. В данном случае это АКМ в 1970-го года. То есть он лежал на складе, потом его списали, вварили штифты в ствол, внесли изменения в основные детали оружия, которые запрещено засовывать себе в жопу. И теперь это стало списанным оружием, которое продается абсолютно свободно. Как вы видите, механика самого спуска здесь полностью рабочая. Даже более рабочая, чем на всяких сайегах, сайогах, сайгах, потому что здесь есть автоогонь. Вот я делаю выстрел в режиме одиночного огня. Нажимаю на спусковой крючок, происходит выстрел, рама возвращается обратно. А теперь внимание! Я чувствую замедлитель курка. Я готов делать еще один выстрел. Далее рама отходит. И я опять аккуратненько чувствую ударно-спусковой механизм. И произвожу выстрел. И еще раз. На самом деле, вот это позволяет прокачать скилл одиночной стрельбы до небывалых высот. И это вы не отработаете абсолютно никак с приводом. С охолоченным оружием у нас уже появляется дополнительная опция, такая как патроны, черт подери. Когда ты забиваешь магазины патронами, они начинают больше весить. Ты уже начинаешь в голове контролировать, когда у тебя патрон в патроннике, когда оружие разряжено, когда оружие заряжено. Ты уже даже можешь начать ловить всякие там перекосы, утыкания. Ну, если у тебя дешевые ММГ-ха, скорее всего, или патроны дурацкие. И что самое главное, вот в этом-то случае у тебя появляется необходимость чистить оружие. И ты привыкаешь чистить оружие. Я не понимаю, это действительно стоит разжевывать. Поставив на ММГ-ху ударно-спусковой механизм от автомата Калашникова, вы тоже сможете учиться обрабатывать спуск, как боженька. Но в отличие от обычного ММГ, охолоченка позволяет обрабатывать спуск без лишних дерганий и затворной рамы. Я просто буду показывать, да, вот эту работу. Правда, я не знаю, будет ли вам это слышно, да? Мне тоже будет громко, может быть, наденьте на мне наушники, ассистент. Все-таки надо беречь слух оператора. Но в данный случае будет мой слух беречься, да? Сейчас чисто работа пальчика. Я не знаю, как это будет на видео, но давайте попробуем. Красота, видно автоматно. Я сейчас не просто билибобил, я сейчас обрабатывал спуск. Вот это был последний выстрел. Страйкболистом не понять. Куда важнее при обучении владений автоматом, как совершить выстрел. Ожидание выстрела, моргать во время выстрела, клевать сволом во время выстрела. С этим нужно бороться. Это нужно понимать и осваивать. Купив привод, вы этого не получите. Все, что вы получите, купив привод, это возможность поражать противника шариками. Но понимаете, произвести выстрел правильно, это не вот так вот смакать по спусковому крючку. Это действительно долгая и самурайская работа. Во-первых, нужно устроиться работать на завод. Во-вторых, нужно освоить профессию фрезеровщика. В-третьих, нужно купить сок палки. Вот только тогда, купив сок палки томатный, вы сможете обрабатывать спуск. Ладно, можно апельсиновый. А всю вот эту уже тактику наводить оружие куда-то, бегать с оружием и так далее. Да черт подери, даже тактические перезарядки. Все это нужно отрабатывать даже после того, как ты освоил вот эту базу. А эту базу ты никак не освоишь с приводом. Вообще никак. Поэтому как развлечение, да, как средство для тренировок, это полнейший бред, ребят. Купив привод, вы получаете... Блин, я вот сейчас взял после СХПХ и уже понял, что завесовка не та. Но это не честно. Вы получаете визуально схожую с АК вещь. И вы получаете возможность производить выстрел туда, куда ты целишься. Но пока что тебе еще не вдомек, парень, что совместить мушку, целик и мишень это еще не значит попасть в нее. Только дурак не научится совмещать мушку и целик. Стрелять это совершенно другое. Стрелять это не вот так вот делать. Пипец. Купив Юнкер, у вас все еще сохраняется возможность стрельбы, которую я все еще считаю абсолютно бесполезной в пневматике, в любой. Вы получаете уже идентичную натуральному развесовку. Вы уже получаете, ну, максимальное качество. И вы уже получаете возможность ставить сюда настоящий обвес, который вы потом переставите на огнестрельное оружие, которое вы потом купите, когда научитесь жить. Купив ММГ, вы уже теряете бесполезную возможность производства посылания шарика в сторону противника. Зато вы получаете возможность поставить настоящий УСМ. Вы получаете возможность отрабатывать все тактильные ощущения, которые есть у автомата. Вы получаете понимание о том, как автомат Калашникова устроен изнутри. Вы получаете кучу вопросов от вашего окружения, а это вообще законно. И вы говорите, да нет, это очень законно. А купив СХП, вы превращаетесь в господина Ивана Сусанина. Ой. Ну, а купив СХП, вы получаете дополнительно бонусом возможность производства выстрела. А это у нас что? А это не только то, что я сейчас показывал, тактильные чувства спускового механизма того же. Это пороховые газы, это гильзы, это патроны. Это постоянно думать, куда навести ствол, куда не навести. Это постоянно думать, есть ли патрон в патроннике. Перед тем, как открыть огонь в помещении, нужно подумать, а не отрикошетить для тебя волна от выстрела в глаз. Ну, понятно, да, стрейкболисты все, да, очки, но они об этом не парятся. Это когда ты стреляешь лежа в поле, ты видишь, что кустики у тебя колышутся. Блин, это когда ты пукаешь и мяукаешь. ГББ-приводы GBB стоят как СХП, а то и дороже. Что ты так вздыхаешь, Артемов? А их приводы, они дешевые, они стоят копейки. Да, но эти копейки, это сейчас примерно от 9 тысяч рублей. Прикол в том, что ММГ бэушный можно купить от 6 тысяч рублей на форуме gans.ru или на авито. Не стоит брать новый ММГ, это будет слишком дорого и бесполезно. Можно купить бэушный, потому что, как правило, они не убитые. Как правило, они как новые. Бэушные ММГ-хи, это либо какие-нибудь из кабинетов ОБЖ, либо какие-нибудь там с военно-патриотических клубов. Либо из кабинетов каких-нибудь папиков, либо с домашних полков. Короче, вы можете взять практически новую вещь за полцены. Большой минус Юнкера, помимо того, что у него нет ударно-спускового механизма и внутри какого-то там от Калашникова является то, что поскольку их не так уж и много производят, они стоят дофигища по сравнению с ММГ. Ценники на Юнкер начинаются от 10 тысяч. СХП стоит дофига. Такой так себе СХП-ху можно найти за 25 тысяч, придется ее дорабатывать. Самая бомбическая СХП-ха будет стоить около 40. Да, ну идеальная СХП-ха стоит где-то 40, но оно того стоит. Даже если ты купишь огнестрел, карабин там, ты не сможешь с ним тренироваться вне тиров или охотничьих угодий. С СХП-хой можно отрабатывать, да тот же самый альпинизм. С СХП-хой можно стрелять в лесу. Главное просто делать это далеко от населенных пунктов. Вот и все. Чтобы люди не нервничали. Закон никак не ограничивает пока что охлощенное оружие. Людей привлекают за увлекаться просто потому, что они идиоты, потому что они в городе берут и стреляют в небо из охлощенного автомата Калашникова. Просто не делайте так и все. Не заставляйте людей нервничать. Даже перезарядку со страйкбольным автоматом отработать невозможно, потому что тактильные ощущения не те. Сами магазины не те. Они весят не столько же, они не из такого же материала, они не такие же по габаритам, они обрезаны. Вы можете сказать, ну вообще-то... Это мы можем сказать, ну вообще-то... Просто дайте страйкболисту автомат Калашникова, и вы увидите, как он будет... Пытаться не сломать зубчики. И из-за этого будет теряться и время, да и в принципе мозги что ли, не знаю. Тяжело говорить, когда ты хочешь спать. Тяжело думать, когда ты хочешь посрать.